добрый день друзья с вами канал доля от города и я не на коновалова такой вот тихий час у нас у кроликов сейчас на улице душно ночью был сильный ливень а сейчас 38 градусов все парит и в общем-то даже прохладном помещении чувствуется жара но я сейчас хочу вам сказать о другом я вам расскажу что мы проэкспериментировали и даже покажу мы взяли нашу крольчиху термонский белый помните у меня было отдельное видео посвящено этой девочки красавицы нашей скрестили ее с красным новозеландским вот он сидит наш самец это временное их помещение поскольку мы опасаемся комара и вот и плюс сильная жара сейчас они у нас в закрытом помещении находится как только жара спадет они пойдут свои основные шеды вот это наш самец мальчик рыжий в общем-то он у нас был взят под красных новозеландок сейчас я их покажу обе обе у нас хорошие девочки вот одна она еще у нас не рожала ни разу молоденькая невеста только прибыла привезли нам ее с другого региона и вот другая удивительно хорошая мамаша ведь у нее там сидят вот они красавцы в общем очень хорошая порода новозеландские красные но здесь у меня телефон так оттенок не берет потому что здесь полумрак в описании по себе спокойные тихие очень хорошие мамашки в общем и мы этого белую термонскую свели с этим красным новозеландским и у нас получились очень хорошие кролы родила на 10 8 остались живы и в общем сейчас я вам покажу что из себя представляют вот эти 8 нет уже там у нас один остался всех разобрали у нас даже приезжали с другого региона забирали и я сейчас покажу вообще что получилось когда белый термонский и красный новозеландский вот он кролик видите какой значит что я хочу сказать очень тоже спокойные кролики такие его ручные и очень очень крупные вот ему сейчас где-то два с половиной месяца видно что уже растет крупным всех разобрали прям сразу разобрали но у этого видите что-то с ухом одно ухо накренилось и в общем-то считается видимо отбракованный поэтому опять же в подтверждение того что иногда скрещивая кроликов получается очень хорошие крупные малыши но будущем уже здоровые кролы но сейчас я пробегусь по крольчатнику покажу что да как потому что многие люди спрашивают меня вообще как обстоят дела с кроликами это псих нереальный псих я его боюсь я даже ему боюсь наливать воду поскольку он кидается кусается в общем психом пойдет на мясо я даже такого продавать не буду очень хорошие крупные поместные кролики очень два два месяца два с половиной месяца и оставляем себе восемь на мясо тоже очень хорошие крупные кролики тоже но это знаете из той серии мы покупали шиншиллу которые говорили что чистая чистая она вот выплюнула у нас черненьких тоже очень крупные поскольку у нас черных не очень хорошо берут да и вообще непонятно что там будет оставили на мясо ну а это уже кроликов оставляем себе на потомство на развод тоже два с половиной месяца хорошие кролики самцов всех мы меняем видите как жарко хороший крупный самец растет ему 4 месяца в общем планируем что он у нас будет хорошим альфа самцом вот смотрите какой крупный хороший очень хороший очень у нас жарко очень у нас душно крольчиха сегодня в ночь будет рожать в ночь может там через час через два может завтра очень я ее обожаю она такая ласковая хорошая но как только стоит ей родить молодняк маленьких крольчат она конечно становится дикой мамашкой причем знаете свой первое своих первых кроликов она затоптала в двухнедельном возрасте когда вошла в охоту но в общем всех мы потеряли и как бы у меня муж таких случаях не церемониться с этими с такими крольчихами но решили отдать ей второй шанс и она оказалась на удивление очень хорошая матерью нравится мне это крольчиха прям очень блондиночка мы ее называем этот калифорний цвет из пятнышком у нас его привезли нам поскольку у нас тоже есть два калифорнийца чтобы мы не перепутали чтобы кровь не смешали то тоже подрастает молоденький ему еще нет четырех месяцев тоже пережидают жару сидят вот таких маленьких клетках эти тоже у нас растут на потомство тоже очень хорошие кролики не маленькие еще еще пока они живут в одной клетке поскольку еще у них но гормоны не играют мы их еще будем держать максимально две недели а потом перед отпуском уже будем переселять в большие шеды вот поскольку нам вот это главное вот эту жару переждать уже в августе даже если будет жарко ночи будет прохладные девочка никак она еще к нам не привыкает вот показывают два самца мы оставили он гляньте пострывали поилки два самца тоже подрастают тоже и четырех месяцев еще нет это вот наша здесь вообще все самцы сидят вот бабочка это сынок нашего лёхи помните у нас был лёха кролл и вот этот вот производитель красно-новозеландский перейдем на эту сторону посмотрим что здесь вот это вот калифорния кто следил за моими новостями у кроликов помните когда крольчиху парализовала я забирала домой но в основном разобрали у нас кроликов вот осталось два из этого помета мы их практически они ручные вы кормили это наши лошадушки тоже девочки растут красавицы тоже будем через пару недель пересаживать пока еще не начали драться пока еще нормально сидят в общем терпимо выжидаем выжидаем эту знойную жару этой серии великанов красавцы тоже четыре с половиной месяцев взвешивали пять с половиной килограмм девчонки пока еще не дерутся но думаю что не сегодня завтра уже будут будут драться это старая крольчиха мы как бы можно было бы ей уже и не рожать но нам заказали кроликов для на мясо мы покрыли после 20 числа человек приедет забирает мам маленьких крыльчат он всегда до осени выращивает а потом у них дети в москве живут и мясом и тушенкой отправляем поэтому нам все равно было кого и с кем скрещивать вот ее мы скрестили с нашим лёхой это вот была бабочка получилось то что получилось сами по себе кролики получились конечно крупки крупные хорошие но вообще бабочка порода конечно не сравнимо ни с чем на мой взгляд очень не нравится вот красная новозеландка со своей со своими малышами все они у нас идут на заказ 8 будут забирать как подрастут хорошие кролики но здесь участие такая и не не увидишь вот этого ярко красного такого оттенка так конечно они соответствуют всем стандартам хорошие кролики очень выносливые очень терпеливые и когда во время покрытия очень хорошо никаких прелюдий быстренько самец справляется и самка поднимает хвост в общем подпускает к себе в общем нет таких проблем как с другими кролами чем кормим кормим по-прежнему 50 процентов и ячмень 50 процентов гранулы для кроликов но это взрослым даем что касаемо а малышей вот у нас есть гранулы это идут у нас с витаминами гранулы попробовали мы взять кормом не пурина с гранулами нашего местного ворского производителя в общем нам понравился ну что еще вам показать вот кормушки делает мой муж на заказ цена 300 рублей в розницу по 250 рублей если берете 34 так-то не то чтобы он на производство поставлен производство поставлен на поток просто вот делает и делает когда вывозим на рынок роликов и возим этих кормушки берут хорошо и можно повесить и внутри и снаружи сейчас покажу у нас вот они все полностью стоят пробовали мы разные значит кормушки этот вот эти бункерные небольшие самый лучший вариант поилки мы никакие ниппельные не делаем вот у нас внутри вешаем вот эти пластиковые покупаем фикс прайс они там копейки стоит делаем такие крючки и наливаем такую емкость удобно помыть поскольку вода у нас и скважины и в общем дает такой зеленый налет такую можно помыть и заменить водичку в общем-то нас и устраивает единственное что вот видите раскидывает но это конечно понятно они уже входят в такой в период взрослого такого половозрелого возраста и начинает все психовать кидать кстати вот эти вот кормушки мы покупали в какой-то там фирме у нас известной стоимость этой кормушки 350 и по большому счету г полная муж сделал выкройки делает другие кормушки нам нравится больше но поскольку это у нас временное такое приставище то нам и это все устраивает почему у нас сверху такие груз ну копают скидывают в общем сейчас вот так мы сократили по максимуму свое поголовье поскольку у нас очень много обновлений идет впереди сейчас как только жара спадет их мы переселяем в основные шеды значит а у нас где-то в конце августа начало сентября придут абсолютно разные другие кролики придут у нас венские голубые придут у нас белый новозеландский шиншиллы у нас значит ну договариваемся мы по-моему московское серебро но все это у нас планов не буду загадывать поскольку сезон у нас начинается где-то с октября и заканчивается в этом году он закончился поздно в июне а так мая апрель апрель май в это время последних уже так разбирают большой массе но в этом году мы торговали на рынке до июня девочка наша готовится рожать сейчас я им подавлю водички и и и и уйдем несмотря на то что у нас это помещение прохладное все равно мы иногда включаем вентилятор но только по верху чтобы ни в коем случае кролики не простыли купили магнитную сетку такую как обычно китайская не хочется говорить что но вы поняли меня да все равно магнитики по ходу не всегда срабатывают но все равно спасает нас она эта сетка вот она в закрытом состоянии спасает она нас от мух комаров почему мы в этом году конечно еще и сюда перевели волгоградская область отличается очень сильной мошкой когда идет водосброс у нас поэтому чтобы а мошка даже скотину у нас может сожрать поэтому мы вот сюда их переселяем несмотря на то что постоянно у нас сеточка закрыта все видите сейчас у нас будет такое вот оживление здесь я собрала ботву каждый день летнее время мы в обязательном порядке даем нашей жирности что-то из зелени ему это может быть глаза в общем что-нибудь смотрите они они знают что в это время сейчас им принесут зелененькое что-то покушать и в общем все они сразу проснулись сразу им жара нипочем так вот обстоят дела когда им поступает зеленая пища этому парню мне кажется я много дала ну вот друзья все надеюсь что никаких экстренных выпусках у меня не будет надеюсь что серьезные заболевания которые связаны с летом с комаром и с кровососущей мухой пройдут нашу семью мимо я постараюсь осенью также сделать обзор рынка обязательно показать цены показать что на рынке продаются обязательно сниму и покажу какие кролики прибудут к нам на нашу маленькую кроличью ферму а на этом я с вами прощаюсь как всегда желаю вам только хорошего настроения и самое главное крепкого здоровья до свидания друзья